Всемирный день телевидения отмечается ежегодно, 21 ноября. 17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила отмечать этот Всемирный день с целью обмена телевизионными программами. Прежде всего посвященным таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена. Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история телевидения началась примерно век назад. Трудно переоценить влияние и воздействие телевидения на мировую политику. А первый эксперимент с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенном расстоянии проводился в начале 1920-х годов в США, Японии и Советском Союзе. В 1933 году американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и стала главной частью телевизора. Однако только в 50-е годы 20 века телевизионное получило массовое распространение в Европе. Сегодня трудно представлено жизнь без телевидения. Оно выполняет развлекательную, информационную и другие важные функции. С помощью него мы узнаем последние новости, отдыхаем при просмотре любимых кинокартин. И узнаем об интересных фактах, которые были бы для нас, возможно, навсегда закрыты, если бы не телевидение. История нашего родного телевидения ведет свое начало с 30-х годов. А в 1937 году был организован первый телецентр на Шаболовке. В 70-х годах был введен в действие технический центр Останкино. К началу 90-х годов две программы центрального телевидения принимались практически на всей территории России. А в 1992 году в России появились первые коммерческие телеканалы. Научно-познавательная передача для дешкалят АБВГДэйка вышла на экраны в 1975 году. В АБВГДэйке в форме игры учительницы-клоны обучают ребят алфавиту и правописанию. Название АБВГДэйка придумал и предложил Эдуард Успенский. Правила просмотра телевизора. Наши корреспонденты побывали у врачей и вот какие советы они дали. Расстояние до телеэкрана должно быть не менее 2 метров и не более 6. Оптимальное расстояние 3-4 метра. Смотреть телевизор можно только сидя. Желательно в кресле, на диване или на стул. Нельзя смотреть телевизор лежа. При просмотре телевизора в вечернее время включите в комнате верхний свет. Недопустимо смотреть телевизор в темноте. Продолжительность непрерывного просмотра телевизора составляет 1-й, 2-й класс 15 минут, 3-й, 4-й класс 20 минут. Мы заинтересовались и зададим несколько вопросов нашим друзьям. Сколько раз в неделю ты смотришь передачи по телевизору? Три раза в неделю. Ты смотришь одна передача или с всей семьей? Иногда всей семьей или с братом. Сколько каналов показывает у тебя телевизор? 109 каналов. Как ты думаешь, в ближайшем будущем современные гаджеты смогут заменить телевизор? Скорее всего. А почему? Ну, потому что все играют и на телевидении не останется времени. Ясно. Меня зовут Лев Журман, мне 10 лет. Любишь смотреть какие-нибудь фильмы или передачи? Да, люблю смотреть фильмы и мультфильмы. А какие? Ну, я люблю фильмы типа Гарри Поттера и передачи «Уральские пельмени». А почему тебе нравится? Ну, в «Гарри Поттере» мне нравится то, что там очень все загадочно и много заклинаний, а в «Уральских пельменей» много шуток. Очень смешно. А что бы ты хотел поправить? Я бы хотел добавить новый эпизод к «Гарри Поттеру», и он скоро выйдет. И «Уральских пельменей» больше шуток по эпизоду. Меня зовут Маша. Анфиса. Насколько далеко вы сидите от телевизора? На 4 метра. На 3. Какая у вас любимая... Какая у вас любимая... Канал? Пятница. Какой у вас любимый канал? Пятница. Какая у вас... Какая у вас любимая передача на нем? Орел и Решка. Представься, пожалуйста. Меня зовут Артема Екатерина, мне 10 лет. Ты любишь проводить время с семьей и передачей? Да, мне нравится смотреть мультфильмы с сестрой. А вот ты хотела бы смотреть какие-нибудь передачи прям со всей семьей? Да, иногда мы все вместе по вечерам смотрим мультфильмы. А какие? Разные. Ну, один. Мне нравится союз мультфильмов, например, «Но погоди». А чем он тебе нравится? Я его смотрю с самого детства, и он веселый. Международный день детского телевидения и радиообещания отмечается в разные годы по-разному. Во второе воскресенье мая, 13 декабря, 3 марта, в 2020 году планируется отмечать 1 марта. Отмечается в России, в Украине, Белоруссии и других странах мира. В Международный день телевидения принято делиться опытом создания интересных телепередач. Поздравляем всех с замечательным днём, кто трудится в этой сфере. Желаем всем телевизионщикам энергии и творческих сил, фантазий и умения осуществлять задуманное. Желаем процветания в сфере телевещания, позитивного настроения и хороших программ. Редактор субтитров А.Семкин